МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще один автомобиль в тот же день оказался в сугробе у Суоярского шоссе. Машину занесло при прохождении поворота. И еще один 9 декабря на Муизерской. Из серии «Не делай добра» 5 декабря на Лососинском шоссе грузовик догнал легковушку, когда та уступала автобусу. Из той же серии 6 декабря на пересечении Ровио-Торнево. 7 декабря на Чапаевском кольце седельный тягач с полуприцепом на повороте потерял массивную металлоконструкцию. К счастью, в полшестого утра рядом никто не проезжал. Никак не обойтись без неудачного левого поворота. 7 декабря Ленинградская-Октябрьский. В ту же копилку в тот же день на Варкауса. 6 декабря на Сартовальской на пешеходном переходе водитель легкового авто сбил 12-летнего ребенка. Через несколько минут после ДТП водители пешеход разошлись. Водитель уехал. Девочка оказалась травмирована, а водителя ищут до сих пор. Трагическое ДТП в Ланецком районе 5 декабря. Легковушка съехала в кюветы, прокинулась на крышу, пробила ледяное покрытие и затонула в канаве с водой. Одному человеку удалось выбраться наружу. Водитель, 16-летний юноша, погиб на месте. Еще одна авария в Медвежгорском районе 7 декабря унесла жизни двоих человек. 18-летнего водителя и 6-летнего ребенка. По предварительным данным, водитель отечественной десятки по касательной столкнулся с встречной фурой. От удара легковушку выкинула за пределы дорожного полотна. Погиб 25-летний водитель легкового авто в тот же день и в Кондопожском районе. Он выехал навстречу, в лоб грузовику с полуприцепом. За выезд на встречную полосу в нарушение правил водителям грозит штраф в 5000 или лишение, правда, полугода. Казалось бы, не очень страшное наказание. Только иногда такие нарушения правил приводят к совсем другим последствиям, трагическим. Стоит ли спешить, особенно зимой, на скользкой дороге, на трассе? Как уберечь себя в сложных дорожных и погодных условиях и не забрать жизни других? С 11 месяцев текущего года на дорогах в Карелии произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. В таких дорожных авариях пострадали 49 человек, 10 погибли. Госавтоинспекция Карелии призывает водителей разумно оценивать свои навыки вождения, техническое состояние автомобиля, также состояние проезжей части. Перед выполнением маневра необходимо убедиться, что обгон на данном участке дороги не запрещен. Встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии, а также водитель не создает помех для других участников дорожного движения. И на сегодня это все. Берегите себя, других и не становитесь участниками дорожных хроник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова